Всем привет, мои хорошие. Отвела Деньку сейчас в сад. Сейчас приду домой, сделаю себе кофе и покажу вам кое-что. Какой гаджет у меня дома появился, новенький. Давно хотела его попробовать. В общем, мой первый опыт. Смотрите, какой купила себе чай. 109 рублей стоит в точке вкуса. Вот так заваривается. Это помните? Я не знаю, показывала вам или нет. Я где-то на заправке остановилась. И чай попросила. Так красиво он выглядел. А она берет, короче, из холодильника, из заморозки. Вот такое мороженое. И просто в кипяток его бросает. И все. Это когда по дороге мы, кстати, в бассейн ездили. Со всей семьей. Вот. Я удивилась тогда. 109 рублей. Ну, нехило за чай. За одну порцию. Или здесь за две. Нет, за одну. Взяла себе еще там два круассанчика. Один с абрикосом, один с маринкой. Взяла молока. На одну чашечку овсяного. Не молоко. Все еще взяла. А, и творожки дыньки. Девчули, смотрите, что ко мне пришло. Я все больше и больше упрощаю себе жизнь в доме, чтобы было чисто. И мне ничего не нужно было делать. Теперь у меня появился робот, который будет мыть окна, стекла, зеркала. Давайте распакуем его. Ух ты, смотрите, он в каком чемоданчике крутом. Вот это да. Обалденно. Ой, какой он компактный. Я выбирала беленький, потому что у меня все почти дома беленькое. Вау, ух ты, какой он прикольный. Милка, тебе нравится? Новый гаджет. Вау, сколько тут всего интересненького. Смотрите, сменные насадки. Четыре. Ой, смены, получается, на нем две. И еще здесь четыре. Пульт управления. Ах, резиночка, да, чтобы он, если что, не вывалился никуда. Какая-то смесь тут у нас будет. Это у нас зарядки всякие разные. Провода. Я, честно говоря, вообще не пойму, как это работает. Как оно вот это будет мыть все. Первый раз я видела очень много видео всяких, но я даже не представляю, как это наяву происходит. Напишите в комментариях, кто такой же, как и я. Резервуар для воды довольно большой. Я здесь подсоединила. Вот такая вот штучка закрутила. И дальше у нас идет это в розетку. Все, включила. Загорелась здесь, загорелась здесь. Теперь мы... Голосовой помощник. Здесь у нас, смотрите, надо все изучить. Вперед-назад. И можно управлять. Пауза, плей. Потом брызгать можно. Девочки, вы это видели? Он просто... Я его приложила, включила. Он присосался. И идет вверх, моет. Я даже ничего не делаю. Вот так вот, если я... А, он брызгает. Вот я одну нажала, и он брызгает там наверх. У меня огромные просто зеркала. И вот там я никогда не мою наверху. А он будет мыть. Посмотрите, он не оставляет никаких следов за собой. Все чистенько. Вот так пошел. Ах ты моя умная вещица. Помощник мой. А мне, видите, я вот до сюда мою обычно. И все. А там нет. Пошел работать, девочки. Но это так страшно, когда он там... Я уже, конечно, на зеркале, на большом своем все проверила, да. Он не падает. Он хорошо присасывается. Вот это окно, кстати, очень неудобно мыть. Потому что оно широкое, и рука не достает. То есть я вот достаю до середины только, видите. И все. А вот здесь вот мыть мне неудобно. А он как раз полез и наверх. Окна здесь всегда у нас загрязняются. Потому что рядом дорога. Внизу он уже проходится второй раз. То есть вот так раз-два прям по низу. У нас довольно грязные щеточки, видите, какие. Но сейчас я этими же щеточками попробую еще и вот здесь тоже. Пусть моют с этой стороны. Тогда мы полностью увидим, как помыли окно. Я еще достала тут средство. Думаю, так чипну немножко. Я поняла, что его нужно ставить наверх. И он начинает сверху вот так вот все мыть. По вот этой вот программке. Он у меня зеркало одно большое помыл. С той стороны помыл. Резервуар вообще не изменился. То есть воды расходуется очень экономно. Все, я пока помыла по бокам раму. Он помыл мне все внутри. Так, ну что, оцениваем в целом, как помыл окно. Вот издалека я смотрю, ну, окно чистое, прозрачное, классное, да. Особенно с этой стороны, где было меньше грязи. С той стороны можно было бы даже, может быть, еще раз пройтись. Но в целом мне нормально. С учетом того, что я не вылазила за окно. Да, с учетом того, что я не достаю каких-то вещей. Он мне там сверху донизу все помыл. Я сняла наши грязненькие тряпочки. Я их буду стирать в машинке. И думаю, одену новые. Представляете, какое удивление. А здесь оказывается две. В одной такой штучке их две. То есть в каждой по две. Здесь две, здесь две, здесь две. Короче, очень много сменных насадок. Еще, кстати, здесь есть для водички. Тоже, если вдруг засорится. Ой, блин, это хорошая вещь. У меня в одном роботе-пылесосе хорошим, блин, засорилась эта штука. Я не знала, как ее поменять. А здесь легко. Раз, вытащила, поменялась, лиза сорилась. Девочки, а еще смотрите, что я придумала. Больше мне не нужно мыть здесь самой. Хотя я ни разу не мыла. Пора помыть только. Ой, ну вот это вот хранение вообще шикарное, честно говоря. Очень компактно. Для тех, кого интересуют подробности, я ссылку на него оставлю под видео. Заходите, почитайте, посмотрите еще обзоры. Какие у меня на сегодня планы? На сегодня у меня планы. Сейчас я позавтракаю, кое-какие дела поделаю. Потом надо позаниматься. И потом, после занятий, вообще бы хорошо снять видео. Но что-то я переживаю, что я не успею снять видео. Опять это будет какой-то ажиотаж. Но в принципе у меня до конца недели все распланировано. Вот, поэтому можно сегодня не снимать видео, если вдруг не успею. Или будет это напряжно. И я еду на ногти сегодня. Да, у меня будет коррекция, маникюр, педикюр. И прям больше всего я еду, наверное, не только за маникюром, педикюром, прекрасным, замечательным, но еще и за прекрасным, замечательным общением. Мне очень нравится девушка, которая делает мне маникюр. Ну что, я позанималась, чувствую я герой сегодняшнего дня, уже утро еще не наступило, а я уже герой. Пойду сейчас искупаюсь, приведу себя в порядок и побегу на маникюр-педикюр. Он спит. Ты такой смешной, Байтик, я тебя первый раз так не вижу. Как-то ты интересна спирта. Лапки на весу у него. Вы видели, у него вот здесь вот пятнашка белая. Ой, Васькин, Васькин котик, мой шароткик, шароткик. Ой, он так прячет ноготочки, вообще меня не царапает. Милка же такая, она царапает, а бантик нет. Он такой, скажи, я не обижу, больно не сделаю. Прям чешет хорошо, так ручку моими задними лапками. Ты белка, что ли? Ты на белку похож. Ай, ай, ты что, кусаешься? Ты что, больно кусаешься? Ты мамку облизываешь? У меня руки не в колбасе. Ты такой сладкий кот, что ли? Обожаю таких котов. Обожаю. Ты что ж, мама, начинаешь играть, что ли, наконец-таки? Кот, кот, чуть-чуть, маму. Ты чё, маму? Мамка тебя никуда не даст, никому не отдаст, ты понимаешь? Будет кормить тебя до последнего. Всё, устал? Ты устал, котик? Вот так сходил. Вот так, вот так. Нет, всё-таки колбаса, наверное, пахнет. Чем пахнет так вкусно? Я вроде после колбасы уже руки мыла. Хотя ты такой учуешь там колбасу за версту. Иди, такая морда, иди, такая морда, такая морда, такая морда лапная. Смотри, играет со мной. Посмотри. Нет, вы посмотрите на это. Серьёзно, что ли? Ты, походу, услышал, что я никому тебя не отдам. Как я тебя отвоёвываю, да? Когда мне говорят тебя отдать. Ты это услышал, походу. И всё? И любовь возникла у тебя? Жёсткая. А? Морда нахлая. Протокольная. Протокол говорят. Ай, смотри, глаз даже не открывается. Чекунал вообще. Ты просто кот обормот. Фух, хорошо. Искупалась, помыла голову, но не стала красить лицо, потому что времени уже особо нету. И чё там, не каев, хочется такой быть. Просто не накрашенный, домашний. Уже принарядилась. 20 минут у меня остаётся. Ну, чтобы не спешить, я ещё не обедала. Я сейчас покушаю. Допью кофе свой и поеду. Всё это время я думаю, что же мне сделать за маникюр-педикюр. Мы ещё в СПА пойдём с девочками. Сейчас надо купить, кстати, сертификаты. Договорить со всем вместе, сообща. Соответственно, хочется идти в СПА, чтобы у тебя и руки, и ноги были одного цвета. Хоть раз. А то всё время не получается у меня одного цвета сделать руки и ноги. Вот. Настроение разное. На ногах я вообще люблю красный. Красный, блестящий, какой-то тёмный, яркий. Люблю на ногах. Очень. Прям кайфую. Каждый раз, когда снимаю обувь или где-нибудь разуваюсь, или иду в душ. Я прям кайфую, когда у меня педикюр тёмным лаком. А вот на руках я не люблю тёмный. На руках я люблю там нют какой-нибудь, что-то такое. Вот. Короче, я не знаю. Хочется сейчас что-то одинаковое сделать. Наверное, что-то будет яркое. Что ещё, не знаю. Обедать-то я буду салатиком, девочки. Цезарь, мой любимый. Смотрите, как я придумала. Сейчас с собой возьму на ноготочки. Я всегда люблю что-то пить. Пожду три часа. Там буду делать два с половиной. Я взяла вот этот вот чай. Оказывается, это глинтвейн вообще со специями. Он очень вкусно пахнет. Сейчас я его залью кипятком просто и всё, и с собой возьму. Вот так выглядит всё это дело. Вот так вот перемешиваем всё это палочкой, пока не растает. Видите, сколько там всё, специи всяких. Сейчас на вкус попробую, как мне воды сколько здесь оставить. Пахнет прям глинтвейном. Вот, всё. Сегодня у меня, кстати, такой лучок яркий. Подумала, что мне нужно будет идти по улице какое-то время. И поэтому одену тёплую свою куртку. Надену. Отделала эти, крестинка, которая ботики мне дарила. Потому что у меня там штаны не тёплые, а просто лосины. Поэтому максимально, короче, утеплилась так. Здесь вещи на возврат. Надеюсь, у меня их примут. Потому что я уже просрочила две недели. Но здесь брак. Возврат по браку. Ну всё, мои зайки-мазайки. Блин, ну удобно мне так снимать на телефон. Я не знаю. Я не знаю, что делать. Всё, я полюбила снимать на телефон. И теперь вот такие сложности. Вы меня просите снимать на камеру. А я всё никак не могу переключиться. Вот прям вот не могу переключиться. И всё тут. Удобно мне. Ну сейчас у меня просто здесь немножко такой завал. Мне нужно немножко всё это рассредоточить. Ну, короче, такой момент. Не буду вам объяснять. Долго это всё объяснять. Поэтому на телефоне мне сейчас это удобно делать. Вот. Всё. Мой напиток горячий. Время половина. Сейчас я должна успеть уже минут за 25 доехать до места. И поехала. Сейчас машинку оставила на стоянке. Пока вылазила из неё. Прям вообще мышцы чувствую конкретно. Аж идти больно. Но такой кайф от этой боли. Гордость. Всё. 10 минут осталось. Я иду. Как-то свет красиво падает. Хотя никаких фильтров у меня нет. Ох, хорошо. Вот такая вот я иду. Сейчас со всеми девочками списывалась. По поводу спа-салона. Кто идёт, кто не идёт. О, надо купить сертификат же. Всё. Вышла я. Смотрите, какие я ноготочки себе в этот раз решила сделать. Видно вам? Фокус. Не хочет фокусироваться? Ну-ка. На фронтальной камере вот это и не хочет. Оно сейчас я переверну. Та-дам! Вот они красивые. Зелёненькие такие. И это тоже светоотражающие. Поэтому блестеть будут. Вот. И на ногах то же самое. Я, кстати, в этот раз вообще недолго выбирала цвет. Я прям чувствовала, что я хочу либо что-то синее, либо что-то зелёное. Вот такое. И когда увидела этот цвет, он ещё и светоотражающий. Думаю, блин, ну классно будет. И на ногах будет ярко, и на руках будет ярко. И в то же самое время зелёный цвет. Это такой цвет успокаивающий. В общем, должно быть не напряжно. И выбрала его. В общем, прекрасно провела время. В тепле. С хорошей музыкой. С хорошим человеком. Прям нравится мне, честно говоря, ходить сюда на монитор. А сейчас решила просто себя порадовать вкусняшками и заехала в Макдональдс. Проезжая мимо, точнее не совсем мимо я проезжала, но поняла, что я давно не была в Макдональдсе. И я очень хочу вкусняшечку с Макдональдса. Взяла себе деревенскую картошечку с сырным соусом. Классно, да? И, конечно же, я взяла себе Руэл. Делюкс. Сейчас включу какой-нибудь фильмец. И прям вот наслажусь минут 15. Ой, надо я разнять шапку. Минут 15 наслажусь. Мне есть вот кайф вот в этой романтике что-то. Вот встать вот здесь. Я еще такое местечко выбрала. Тут машины ездят, люди ходят. И я такая тут. И ем. Сказали, что гамбургер только готовят. А он уже холодный. Обманули. Так, в Инстаграме рассказала. А теперь моих Ютубов. Все, у кого нет в Инстаграме, кто не знает, что тут у меня за события происходят. Короче, я же иногда в Инстаграме пою. Кто еще не подписан на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Здесь он есть. Я в Инстаграме пою, и мне все время хочется все чаще и чаще петь. Но мне для того, чтобы я прям пела с удовольствием и классно, и много, да? Мне же комфортные условия. Помимо того, что нужно вдохновение, время, да? И это желание спеть. Еще должны быть комфортные условия. То есть хороший микрофон, хороший звук. Если оно все не очень хорошее, короче, мне петь-то особо не хочется, знаете? После первого раза возвращаюсь не скоро, да? Вот. И я помню, что одно приложение мне нравилось. Но тогда у меня был старый iPhone, проводные были наушники. И я сама себя, когда пела в караоке, да? То есть там видео можно записывать. Я сама себя в ушах слышала. Это очень круто. Тебе не надо напрягать голос. Он реально прям, ну, круто. И он даже еще красивее, чем, мне кажется, в реале поется. И, короче говоря, я начала, скучала это приложение. Включила свои беспроводные наушники. У меня неоригинальные наушники. Но я ни хрена себя не слышу. То есть, понимаете? И оно не то все. Я не хочу так петь, когда я себя не слышу. Я ждала клич в Инстаграме, что, девочки, у кого есть опыт, кто поет, может быть, в караоке, мне нужно, чтобы я сама себя слышала в ушах. Что сделать? Сос. И вот мои постоянные зрительницы прям откликнулись мне. Я рада, что у них есть и опыт, и все. Кто-то там узнавал, у кого есть iPhone, наушники. Кто-то специально приложение для меня скачал. А кто-то прям поет в приложении. И, короче, мне сказали, что, Силя, тебе нужны только проводные наушники, чтобы ты себя слышала. Оригинальные проводные наушники. И вот я пошла сейчас в магазин. Я, кстати, не думала, что я их куплю. Прямо сейчас. Неожиданно. Я захожу, говорю, у вас есть проводные наушники? Просто вот в Билайн какой-то зашла. Они такие, да, есть, только оригинальные. Я говорю, сколько они стоят? Они мне 2490. Я такая серьезно. Я думала, 5-7 тысяч будет стоить. Они такие, ну да. Я говорю, а вот мне нужно вот такое дело проверить. Можно их открыть, проверить. Если работают, я себя буду слышать, то я их возьму. А если не работают, то я только для этого их и беру. Получается, я выброшу 2500. Они говорят, нет. Они, если распечатаны, то уже, короче, там, ну, по браку только, если, да, менять. А вот как бы так нельзя. Я думаю, ну все, блин, надо рисковать. 2500. Ну, просто понимаете, это, если я потрачу 2500, и оно работает, это очень круто. А если я потрачу 2500, и оно не работает, то это просто я такая пришла. Я говорю, вот держите 2500, до свидания, понимаете. И я такая думаю, блин, как бы так подгадать. В общем, еще раз почитала переписки с девочками, которые мне писали про наушники, там, то, сё. И вот одна прям написала, она говорит, у меня все то же самое слышно только в оригинальных проводных. Вот такие. Даже фотку скинула мне, какие надо купить. А, эта девочка-продавец, она еще мне дала свои оригинальные наушники беспроводные, чтобы я их подключила и лишний раз проверила, да, работает или не работает. Ну, беспроводными не работает. И, короче, я рискую, покупаю эти наушники, а сама не верю, честно говоря, что буду себя в ушах слушать. И вот я такая подключаю, включаю песню и такая, ла-ла, слышу свой голос, я такая счастливая. Короче, и девчонка эта тоже счастливая. И, в общем, все. Вот, видите, я их уже проверила, они у меня тут скрученные. Так что я планирую в Инстаграме петь еще больше. Буду петь песни на заказ. Так что приходите в Инстаграм и слушайте, а слушайте, как я пою. Я, конечно, не профессионал, сразу говорю, но пою душой. Все, иду за Денькой в садик, такая счастливая. Сегодня прям супер день. И у меня очень болят все мышцы, жестко вообще. Я прям иду, иногда раз, вроде поотпускает, или я там о чем-то забуду, а иногда прям такая, о, иду прям прихрамываю, еле ногу разгибаю. Вчера не так было. Да, вчера не так было. Сегодня прям жестко, после тренировки. Но я пока что занимаюсь вообще просто для, просто для кайфа, просто для тонуса. Мне этого не хватает. И для здоровья в целом. Нету мне цели прям, да, реально там похудеть. И даже сильно накачаться. Вот. Киво. Сзади, оказывается, шел человек. Иногда, конечно, когда я вот так иду в садик, я стараюсь, чтобы никого не было мимо, никого не шло. А то вот тут странно, смотри, девушка идет с телефоном разговаривает. Даже не знают, что я блогер. А то вот так бы, видимо, Василия, она снимает. Я тебя спою. Я учусь. Пойдем. Заходим. Кто встречает Дэню? Милочка. Кошечка. Ты и Милочке будешь петь песню? Так. А бантик где? И бантик тебя ждет. Видишь, все заскучают. Шапку подними. Фух. Я прям упала, называется. Дэнка там пока раздевается. Я, короче, наслаждаюсь своими ноготочками. Новыми. Отчасти кайфую своими больными мышцами. Радуюсь новым наушникам. Прям. Вот кашель, честно говоря, мешает только мне иногда петь. Бывает, я прям пою, пою, и прям кашель подступает. И я такая думаю, блин, сейчас кашляну испорчу. Всю песню так хорошо идет. Бывает, прям идет, и ты чувствуешь, о, все, по-моему, оно, оно идеально. Бывает, поешь, и там где-то думаешь, ой, что-то не туда пошла, не туда, там, ноту не ту взяла. Рот не широко открыла. Я думаю, что все равно перепевать буду. Бывает, все четенько так идет, думаешь, о, вот оно, блин, и кашель. И я его там сдерживаю жестко. Вот. Короче, хочется сейчас попеть. Вообще, обожаю голос свой, когда его слышно. Очень. Вообще, очень много еще даже в караоке зависит от микрофона, да, и от аппаратуры, в которой ты себя слышишь. Я последний раз, когда ходила, по-моему, даже это не караоке был, а мы ходили, день рождения отмечали, моей сестры с ее подругой. Вот. И там такое звучание классное было, где был большой экран. Я прям сидела там, одну за одной песню пела, и прям я слышала свой голос в микрофон, прям кайфовала. Думаю, блин, как никогда. Круто. Я бы домой себе тоже хотела такую аппаратуру, чтобы прям вот голос мой бархатом был. Пока что все, что у меня есть, это не то. Может быть, колонки не те, не знаю. Микрофон у меня, хотя, хороший такой, ну, довольно профессиональный. Я брала хороший микрофон. Ну, вот смотря, какая аппаратура еще, да. Ну, то есть, вот, слышать себя важно. Я даже не знаю, от чего все это там зависит. Наверное, все вместе, и колонки, и микрофон, и сама система передачи звука, может быть, все это такое. Вот, короче, сейчас я сделаю, что себе я сделаю. Ничего не сделаю. Буду пить боржоми. А, я взяла корень солодки от кашля. Попробую попропить корень солодки. Заказ Фаберлик забрала. Когда я его буду распечатывать, наверное. В другом видео, наверное, распечатаю. Вот. Короче, я сейчас переоденусь. Включу сериальчик. Там опять эпопея пошла. Ё-моё, хочется сказать. Да ё-моё, опять 25. Вот. Все, короче, буду лежать. Отдыхать. У меня еще кое-какие новости есть. Но, как бы, еще не в полной силе эти новости. Сейчас я там договорюсь кое о чем, и тогда уже расскажу вам. О новых новостях в моей жизни. Мой первый опыт. Так можно будет сказать. Кстати, Дэнни сейчас выходили из лифта. Он мне говорит, мамочка, я тебе сейчас спою. Я говорю, споешь? Такой, да. Я говорю, ну давай, пой. Он падает на колени и говорит, мамочка, я тебя люблю. Блин. Я думаю, где моя камера в такие моменты? Я ржу, не могу, целую его. А потом захотела заснять все это, а он уже все, он уже не падает. Он просто, я тебя спою, и такой, там, что-то ни о чем. Ну, нет, все же. Момент потерян. Я говорю, ну пой, как ты спел? Он такой, нет, покажи уже. Все, я записываю видео. Ему уже интересно, что я там на видео записала. Ну, короче, это что-то, конечно, рассмешала. Дэнни! Что? Ты раздеваешься? Кися! Что? Ты раздеваешься? Нет. Нет? Ой, кто это такой пришел? Переодет уже. А что это? Это мамины новые наушники. Мама будет в них петь. Понял? Если хочешь, коробочку забирай. А мама забирает наушники. Это ее теперь наушники крутые. Что за мусор у нас тут? Мусор на диване. Дэння любит коробочки, вот. Да? Все, он разбирает, что-то там. Любит уже тут все дело. Здесь кучу коробки, там нет. Ничего нет в коробке, понятно. А это мамины наушники. Да, это мамины наушники. Которые надевают и сушку. Да. Поздравляю тебя. Спасибо, солнышко. Пожалуйста. В общем, вечер подходит к концу. Я заканчиваю этот влог. И прощаюсь с вами до следующего. Сегодня на ночь надо выпить корень солодки. Надеюсь, мне поможет с моим кашлем. Все, люблю вас, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok